Зеленое поле, яркое солнце, правда вокруг стадиона уже небольшие сугробы. Но в целом с ноябрьской погодой динамовцам повезло. 40 лет назад, уже 9 ноября, наши дома встречались с текстильщиком. Даже морозец тогда не помешал болельщикам поддерживать своих. В этот раз матч проходил без зрителей, да и газон оставлял желать лучшего. Поле было подмершим и скользким, однако на 9-й минуте после розыгрыша у главого динамовцы открыли счет. Мяч на счету Максима Полковникова. Через несколько минут у динамовцев точно была еще пара шансов забить, но мяч в ворота не шел. Медленно на 10 моментов. Соперник имел 3, счет 2-2. Забиваем очень мало. Это уже комментарий с послематчевого интервью. Как вы поняли, наши футболисты моментов упустили много, а вот гости нет. Игрок Лады Марк Кулемулов сначала сделал счет равным 1-1, затем тольятинцы даже вышли вперед благодаря Александру Волчкову 2-1. Все, чем смогли ответить динамовцы, отыграться. Сделал это Завьялов. Мы предполагали, что будет, но что настолько, конечно, только такого качества будет тяжело, конечно, на нем играть. Как складывалась игра, сегодня второй тайм, я считаю, мы упустили 3 очка, потому что очень хорошую комбинацию разыграли, должны были забивать на последних минутах. Ну, опять же, молодость, молодость. К слову, Динамо не выигрывала 7 матчей подряд. Как пояснил главный тренер, делать подвиги, а концовки игр получаются всегда смазанными, не позволяет маленький бюджет. Если нет возможности платить хорошую зарплату, сильные спортсмены уходят. Оставшихся теперь ждет месячный отпуск, но в декабре они снова приступят к тренировкам. Следующие игры Динамо проведет в апреле 2022 года, а вот нашим соперникам по группе придется сыграть еще по одному матчу в этом году. К слову, динамовцы по-прежнему в конце турнирной таблицы первенства России и второго дивизиона ФНЛ. Татьяна Голубева, Алексей Фризин. День с толком.